Субтитры создавал DimaTorzok Это полагается физическое уничтожение врага Физическое уничтожение врага А надо еще знать, кто враг У меня есть враг Вы или я ваш враг Вы взяли запор, дали мне по голове Физическое уничтожение врага Это война Вот вы почувствовали, что он хочет Может поставить мне двойку На экзамене Достаете оттуда инструмент Бас! Это война? В некотором смысле, да, конечно Да ни в каком смысле Это не война, не надо У вас двое будет, да? Но все равно не война, если у вас двое И трое не война Не тянет на войну, не тянет Но если бандитская стрелка Вот они встречаются и начинают Друг друга стрелять, это война? Понятно, что мы говорим Об организованных группах Ну вот, организованные группы У нас были столкновения с Китаем На Даманском, знаете, да? На острове Даманский Мы взяли там свои современные средства Применили и уничтожали Много китайцев Война была? Безусловно Ну в чем безусловно-то? Не было войны с Китаем А столкновение было И люди погибли Продолжительное столкновение Ну сколько продолжительное? Три дня, четыре дня, семь Может быть и три дня Может и четыре дня Ну вот, не понимаю Ваши определения неувлетворительные Вы можете товар еще объяснить? Ну мужики, они Сами понимаете Что я от них могу требовать? Слушай, сейчас вон корот, чтобы война Ну на прошлый парень Вообще к тому, что Наверное, это вооруженная борьба Классов, наций и государств Учитесь Поняли? Повторите Ну, это так, да Это вооруженная борьба наций Классов и государств Ну Отсюда легко определить Что такое Если война Это вооруженная борьба наций Это национальные войны Если классов Это гражданские войны А если государств Обычные войны Учитесь Вот Ваш пример тоже тогда Что? Ваши определения Под ваш мир не подходит Потому что Если мы уничтожили китайцы Китайцы, нация Там нет войны Это нельзя сказать Война государств Это борьба Это не борьба государств Борьба Это борьба Что-то продолжить А это не борьба Это отдельное столкновение Это то, что вы нам хотели пропихнуть В виде войны Столкновения Столкновения могут быть На границе Вот мы с Японией У нас столкновения были На озере Хасан Не знаете, да? И на Халкинголе И на озере Хасан Была война с Японией у нас А с Японией война Началась В 1945 году Мы объявили ей войну И уничтожили Миллионную группировку Квантунскую армию Но сначала мы Перетащили туда Все свои вооружения Воинские части Да, перед этим Прежде чем взять на себя Обязательства Начать войну с Японии Что добивались США и Великобритания Чтобы мы там воевали Мы с них взяли обязательства Что мы вот заберем там Курилы Которую сейчас просит Япония И южную часть Сахалина Потому что это Исконно русские земли И как писал Рузвельт Что русские хотят Вот забрать То-то-то И когда мы получили согласие Союзников Только после этого На себя СССР взял обязательство Начать войну с Японией А столкновения были Наоборот Перед тем Как у нас была война С немцами Так что вот Хорошее определение Подают возможность Хорошие делать выводы Так Так С войной Покончили мы К революции переходим Революции Знаете что такое? Вы конфликтологию кончали? Да Конфликтологу я могу требовать Что он крупный Но мелкий он не видит Он человек большой Конфликтолог Мелкий я и не спрашиваю А крупные Такие конфликты Уж крупнее нет Война и революция Революция вы говорите Ооо Социальное переустройство Социальное переустройство Социальное переустройство У нас все время Медведев социально переустраивает Нашу страну Это что революция? Можно сказать Смена средств производства Смена средств производства Это обновление Основного капитала Ну смены средств производства Ну старые заменили на новые Хозяев средств производства Хозяев средств производства Ну хорошо Был Лисин Станет другой олигарх Абрамович Ну смена собственников Это по революции У нас все время меняются Собственники, вы не замечаете Все время продают, друг другу покупают Более того, акционерный капитал Предполагает мягкость этой смены Вот допустим у вас был контрольный пакет 50 с лишним процентов А мы с собой взяли и у нее купили По частям А теперь у нее уже меньшинство Кому принадлежал раньше АвтоВАЗ Это было российское предприятие Несколько лет назад В Кольязи Крупнейшее предприятие По производству легковых автомобилей Ну вот Владимир Владимирович Чего рекламировал Калийну рекламировал Он что рекламировал Иностранное предприятие Или российское Вот помните Он проехал по стране До Дальнего Востока За рулем Ну и прорекламировал Так И чья сейчас АвтоВАЗ Акционерное общество Ну какое акционерное Ну что значит акционерное Кто акционерное У кого контрольный пакет Что не знаете У кого-то Ну государство возможно Я не знаю Кто поддерживали Компания называется Две Две компании Одна японская А другая французская Рено Ниссан Рено французская Ниссан Японская Вот эти две компании Имеют более 50% акций И они Это какой у нас завод Япона Французский Или франко-японский Как хотите считать А Ростехнологии Там Наши Так сказать Государственные предприятия Ростехнологии Концерн Имеют Меньший пакет И поэтому Он не управляет Этим делом И тот Кто уничтожил Горьковский завод Боинге Генеральный директор Теперь руководит Уничтожением ВАЗа Боинге Кому нужен Конкурент Хороший Конкурент В мире Нужен Не нужен Так что Это все Под революцией Не проходит Это постоянно Идет в мире В современном мире Акционерные капиталы Они тут покупают Продают Вы можете купить Акцию Если есть Не можете купить Право У вас все равно есть Право есть у вас Купить У вас есть Право есть На золотом блюде Есть у вас Право есть У бомжей Есть право Иметь жилье У него жилья нету Право есть Так Не проходит Еще какие варианты Так послушаем Объясните Товарищи Что такое революция Это конфликт Классов То есть Классы Вступили в конфликт Это революция Может быть Революция Революция Это результат Какой-то процесс Что уже Что-то произошло Ну это конфликт Классов Ну да Какой-то результат То должен быть Конфликт Просто подрались И все Переходят В какие-либо Социальные Практические Изменения Какие-либо Какие-либо Неважно Какие Да Какой-то конфликт Переходят Какие-то изменения Я вас не узнаю Так было Все красиво И итог Давайте По акту Выправим Неделя Неделя Это Запомните Это Очень Большой Срок Недостаточный Чтобы Усвоить Но Достаточно Чтобы Забыть Какие-то Близкие Слова Есть Революция Какие Близкие Революция Не знаете Что будет По-английски Револьвер Видели Когда-нибудь Вы не видели Вот вы наверное видели Чувствую кивать Видели Чем он отличается От других Видов Магазин Крутится Да Крутится Вращая Револф Это Поворот Переворот Переворот Вот первое Что нужно Запомнить Что всякая Революция Есть переворот Но Не наоборот Не всякие Перевороты Есть революции На Украине Был переворот Недавно Был Ну когда Януковича Сместили И поставили Другой Правительство Переворот А революция Была Нет Значит Переволюция Это переворот Ну не всякий Переворот Революция Какой переворот Что перевернулось Что-то перевернулось Вот вы про классы Начали говорить Что перевернулось После этого Столкновения Классов Вот есть Господствующие Классы Есть подчиненные Классы Что перевернулось Вот Чувствуете Чувствуете Мысль Как идет голова работает господствующий перестал быть господствующим стал подчиненным и так это переворот в ходе которого классы господствующие подчиненные меняются местами берем буржуазную революции какой был господствующий классдое до проведения буржуазной революции я дал какой подчиненный был на все остальные 3 класс Whoo жазе была подчиненой но и не только буржу а и крестьяне были подчиненные понятно что тут не все один из подчиненных классов буржуазея в ходе этого переворота стал господствующим в ходе буржуазной революции. Все участвовали, вот мы сейчас все втроем участвуем, и я становлюсь господствующей силой. Все мы вместе, мы с народом, свобода, равенство, братство, государство вообще народное. Потом выясняется, что это диктатура. Какого класса? Буржуазного. Феодалы какие? Феодалы стали каким классом? Ну, в ходе буржуазной революции их не изложили, да? Они стали классом подчиненным. А потом сошли вообще на нет. Сразу не бывает, что на нет сошли? Они же подчиненным стали классом. Но если политическая революция одномоментный акт? А реставрация потом была? Это потом была. А потом была, это значит снова потом. Реставрация означает контрреволюция. Правильно? Контрреволюция это означает обратный переворот. Снова феодалы у власти а буржуазия не изложена. А потом опять буржуазия не изложила и за это время очень много отрубило голов сторонникам феодальной реакции. Те, кто защищал феодальную реакцию и так далее. После этого наступил мир. Боже, благодать. Итого, значит, вот мы еще раз вот на историческом примере убедились, что вот в чем состоит революция, это такой конфликт классовый, который заканчивается тем, что переворотом, переворотом. И в результате этого переворота тот класс, который был господствующим, становится подчиненным, а тот класс, который был подчиненным, становится господствующим. А контрреволюция или реставрация наоборот. Причем этот переворот может быть в узком смысле слова, политическом, только государственную власть поменяли и все. Но от смены, от переворота в области государства, то переворота во всех отношениях еще большая дорога идет. А вот если говорить о содержании, социально-экономическом содержании революции, значит, на место одного общественно-экономического строя приходит другой, более передовой, если революция. А если приходит более реакционный строй, то это контрреволюция или реставрация. Вот возьмем, скажем, такой вопрос, не совсем понятный. Если мы будем брать эти конфликты, вот на примере России. Когда в России в экономике установился капитализм? Скажите, пожалуйста. Капитализм, когда установился в экономике. А? Надо смотреть там посредством. Ну, это же такая штука, наверное, большая ответственность. Ну, и люди большие, магистры. Ясное дело, что большие. Мы только большими занимаемся. Видели, мы начали с большого. Нет, нам надо смотреть технически, как бы нас начинали. Так вы, я ради вам мешал смотреть? Я вас мешал смотреть? Я же к вам как отношусь? Вы закончили уже бакалавриат, вы уже отучились еще один курс, вы уже на выдании, вы на выдании уже. Все, мы закругляем образование. Вы сейчас уже должны полететь, так? И вы говорите, подожди, я еще не знаю, куда лететь, и что такое летать, так? Так нельзя. Надо на каждые источники смотреть. А кто вам мешал? Я что, мешал вам смотреть источник? Я запрещал, что ли? Я первый раз вас вижу, можно сказать. Что вы делаете? Ну, я не виноват. Ну, как вы думаете? Да как думаете? Вам никто не мешает думать? Ну, никто не мешает. Ну, как вы? Я же вас не про Японию... Если я вас спросил, скажут, я в Японии не был. И начали вы другого говорить. Ну, это наша страна. Вы же должны знать. У вас приедете, кому-нибудь на страну скажут, а у вас когда капитализм наступил? А зачем вам это знать? Мы не скажем. А вы им скажете, зачем вам надо? Вы японцы, идите туда. Вы исходя из вашей логики в февральской революции. Это вот тот, кто не может выдать, знаете, как противник, если его в плен возьмет, начнет его допрашивать, пытать, а он не даст, ни за что не выдаст, потому что он не знает. Он и кодка до шпиона. Конечно. Значит, народники слышали такое понятие? Да. В чем смысл этого понятия? Что были такие люди, народники, которые говорили, что в России не будет капитализма, что Россия идет своим особым путем. Это вот дикий, этот Запад, они не говорили дикий Запад. Он вот, он там, вот это все со своей теорией, там, классов, вот он об этом говорит. Кстати, классы кто разработал? Сверхоз, это французские. Да, вот, ну, слышишь, французские, историки буржуазные, да. С Еременьей и Егизо. Ну вот. А народники говорили, нет, у нас община есть, у нас христианство, у нас царь с народом, у нас все будет по-другому. Все находит. Когда у нас сложился, к началу, ну, наверное, буржуазная революция политическая. Где-то к середине XIX века, примерно. В середине XIX века уже у нас был капитализм. Где? Везде. Везде. То есть, у нас христианство было. Буржуазие в христианстве как называлось? Буржуазие в христианстве? Ну, если сельские буржуа, бывает промышленные буржуа, так он называется, капиталист. А сельский буржуа как называется? Мы с вами тут что делаем? Сейчас мы с вами что делаем? Такой, наводим марафет такой политический, политическая составляющая, чтобы мы, так сказать, не только вот там где-то внутри копались, в конфликтах, но мы, так сказать, если нас спросят, мы все знаем. По-крупному. А мелочи вы еще нас не спрашиваете. Правильно? Мелочи они обязаны знать? А у нас университет, там мелкие какие-то есть вузы, они опять не разбираются. Итак? Да нет, ну не кулак. Кулаки. Кулак. Кулак. Это определение кулака, это сельский буржуа. Кулак. А кто такой буржуа? Тот, кто живет своим трудом или с чужим наемным трудом? Ну, в смысле, они земли начали покупать, потом они работали. Да, то есть то, что они работают, это не подлежит сомнению. Они, конечно, работают тоже. Но они главный доход получают не от своего труда, а от труда наемных рабочих. Они их нанимают. И вот те люди, которых нанимают кулаки, называются как? Батраки. Остаются кто? Между кулаками и... Батраками. Батраками кто? Кто посередине остается? А посередине остаются... Кто? Середники. Вот некоторые додумываются. Да-да, они уже чудо. Их подводишь к этому. И раз. Задача эти экзаменатора подвести, чтобы он сам, студент, решил. А студент, он внимательно смотрит. Все надо сказать. Середники. Но середники – это такое название. Это название. А класс какой? В чем характеристика середняка? Он сам работает? Он не наемный работник, правильно? Сам. Значит, у него есть средства производства. То есть, как средства производства, как владелец средств производства, он аналогичен кулаку. То есть, к буржуа. Но он живет своим трудом или чужим трудом? Если он некоторое количество работников имеет, но которые дают меньше дохода, чем он от своего труда получает, то он все равно не становится кулаком. Потому что, если вы хотите сказать, что хорошего человека, у которого нет недостатков, недостатков, таких людей нет. Не знаю, может, вы только один и есть. Вот у меня, не знаю, как вот. Вы скажете, вот вообще хорошие люди – это те, которые с недостатками. А те, которые без недостатков заявляют, это обманщики. Гоните их в шею. Потому что таких людей нет. Так и здесь. Таких, скажем, могут быть такие середняки, которые, конечно, и нанимают какое-то количество людей. Но это не значит, что у них основной доход. Если у них основной доход от наемного труда, то они кулаки, буржуа. А если у них основной доход от своего труда, вот они почему так получается посередине. С одной стороны, они трудящиеся, правильно? И в этом смысле их интересы близки интересам батаков или пролетариата, или рабочих, в данном случае сельскохозяйственных. А с другой стороны, они собственники средств производства. И как собственники средств производства, они при известном, так сказать, накоплении этих средств производства могут начать переходить к использованию наемного труда. Вот какая характеристика следует? Можно... Вот это вот понятие, этот класс называется мелкие буржуа. Не путать с маленьким буржуем. Маленький буржуа – это капиталист, малый капитал у него. А вот это вообще не капиталист. Это собственник и трудящийся одновременно. Вот он поэтому и серединное положение занимает. Это понятие мелких буржуа. И мелких буржуа может быть больше, чем собственников и больше, чем рабочих, наемных. Что в России было? Правильно? Какую массу составляли, какой процент составляли мелкие буржуа? Огромное большинство. Огромное большинство. И вот если мы, скажем, возьмем с вами гражданскую войну, а это борьба, вооруженная борьба классов, то основную массу тех, кто был в Красной армии, составляли кто? Рабочие или мелкие буржуа? Крестьяне. Крестьяне, мелкие буржуа. А белую армию основную массу кто составлял? Да, немножко белогвардейцев, а дальше мелкие буржуа. Вот так обстоит дело. И это вот, то есть жизнь так устроена, очень сложно. И вот эта мелкая буржуазия, она себя и проявила, как мелкая буржуазия. Но главный был вопрос, например, в России какой? О земле. Большевики, вы решили как? Мы свою программу имеем, но сейчас не высовываем. У нас проблема. Иногда говорят, большевики хотят все разделить. Нет, большевики хотят все соединить и получить общественную собственность. Да? Большевики. А эсеры хотели, значит, все разделить. Это эсеровская программа. Все отнять, всю землю отнять у помещиков и разделить. Как разделить? По едокам. У вас в семье сколько едоков? Сем. Вам семь частей. У вас три? Три части. У меня двенадцать. Мне двенадцать. Если один? Одну. Разделили по едокам. Большевики говорили, ну это все кончится, все равно всем что. Как потом при Чубайсе, что ваучеры всем раздали, а потом в одних мешки ваучеров и заводы, а в других ничего. И этого известно всем. Ничего такого тут особенного нет. Это вот политическое жульничество. Люди неграмотные этого не понимают. А грамотные это вполне сознают. Следовательно, вот, значит, этот слой мелкого буржазия, это третий класс. Он сейчас есть в России. Мы вроде историю с вами вспоминаем, так мы же тоже назад пошли. У нас сейчас какой строй? Капитализм. Если есть капитализм, значит, что у нас есть? У нас есть буржазия. Так, типичные представители ее, допустим, Лисин, между прочим, доктор физико-математических наук. Так, председатель средств и директоров Новолипецкого металлургического комбината. Он собственник основных компаний морского порта Санкт-Петербурга. На Черном море у него есть всякие компании. Портовые компании записаны, так сказать, поделены в акционерный капитал на две части. Один на Кипо и зарегистрировано 50%, а 50 зарегистрировано то ли в Норвегии, а в Дании. Джиск Сталиндустрия называется компания. 50% там капитал, 50% так. То есть собственники могут регистрироваться, где хотят. Вот они регистрировались. Не в России. То есть это капитал. А мелких буржал у нас полно, а их называют мелкий бизнес. Что значит бизнес? Вы делом занимаетесь каким-нибудь? Делом не занимаетесь никаким. А что, это разве не дело у нас с вами? По-моему, это дело. А некоторые это делом не считают. Я этого доход не получаю. А? Ну делом-то. Я же не спрашиваю, получаете или нет. А дело-то вы делаете? Ну. А то вы скажете, что я никакого дела не делаю. Скажите, что я делаю у вас? Не, ну мне тоже зарплату платят, чтобы я не умер. Но я вовсе не считаю, что это содержание вообще моей деятельности получать зарплату. Зарплату многие кто получает. я преподаю по-разному. И вы тоже самое. Понятно? Понятно, чтобы если вы еще живете, значит, что-то у вас есть. То ли родители вам помогают, то ли вы сами кормитесь. Это понятно. Потому что для того, чтобы заниматься наукой и образованием, что нужно? Есть, пить и одеваться. Ну, вот так получается, как будто у вас дела нет. У нас дела есть. Говорят, а я свое дело открыл. А это что не ваше? Это что чужое вам? Свое же дело у вас? Учиться-то свое? Свое. Родное. Или вас навязали сюда, пришли с оружием, это пришли, и сказали, будете ей учиться? Или родители заставили? Нет? Нет. Ну, вот и так вот говорят. Ну, а на самом деле речь идет о мелких буржуа. И вот они все время нам время от времени такое в сполохе сверху идут. Давайте, говорит, поможем мелкому бизнесу. А зачем? Вот представьте себе, вот я крупный бизнес, вы мелкий. Нет, я лучше мелкий буду, а вы крупный. Вот я мелкий, вы крупный. Если вы крупный, значит, вы более эффективный, чем мелкий? Как нет? Ну, мы в конкурентной борьбе, вот у нас рынок, у нас идет на рынке борьба, и вы меня победили. Кому надо помогать? Ну, если вы меня победили, кому надо помогать? Мне или вам? На черта мне это помогать? Я же неэффективный оказался. Вы меня... Почему вы можете, что у меня бизнес неэффективный? Ну, как почему? Потому что это свободный рынок. Вы выиграли у меня на рынке, но одинаковые условия. У меня маленькое хозяйство. Что? У меня ферма какая-нибудь. Вот. Ну, какая разница, у вас ферма. Нет, но вы меня победили. Если вы меня победили, я со всеми своими причиндалами не смог ничего сделать. Зачем мне помогать? Это пустая трата денег. Помогать надо вам. Ну, как вы что? Поддерживать, собирать... Государство поддерживает эффективные предприятия или неэффективные? Ну, если вот она меня победила, зачем меня поддерживать? Я не очень понимаю. Она меня победила, значит, надо ей дать деньги. Молодец. А вот я сижу, допустим, в государстве, и смотрят. Если вот она его побьет, ей надо помочь, чтобы она дальше развивалась. Правильно? Потому что она... Что я ему давал? Это пустое дело, вам деньги давать. Или наоборот. Вы ее побили. Наладили производство, а деньги я государственные отдал ей. Значит, и вы не можете развиваться, а она все равно проест все на наряды, да на балы. И все. И зачем? И так и было, и так и делают. Где эти деньги-то, которые помогают асфальтовым этим крестьянам? Сколько раз вы уже туда пихивали деньги? Вы пытались класс фермеров создать. А в итоге у нас крупное сельскохозяйственное производство, вы знаете, да? Оно без поддержки все равно выросло, потому что невозможно там в одиночку. Ну вот корову, вот чтобы корову выращивать, надо во сколько вставать? Вы во сколько встаете? Всем встаем. Всем? Поздненько встаете так. А коровы во сколько встают? А? Встают. А? Четыре, вот. В четыре вставайте. Будет вам собственное дело. А последняя дойка когда у коров? Я себе не знаю. Объясните, товарищи. Которая молоко пьется, а как они добываются, это молоко? Или вам, как это вот, одному товарищу нам дали творог, он так посмотрел на него, что-то не понравился ему творог. Он взял его на сковородку и подогрел. Грел, грел, он взять, весь творог вспыхнул и долго горел. Товарищ понес его в разные органы, говорит, что там вообще продают? Там оказалось, там ничего пищевого нет. Ничего. А ну если настоящая корова, не такая корова химическая, а настоящая, она когда последняя дойка, примерно? Ну утренняя дойка тоже где-то. Пол пятого. А? Ночи? Ну не знаю, я предполагаю. Страшно далеки они от народа. Городские жители. Ну балако-то пьете иногда? Пью, конечно. Ну вот, белое. Ну в девять, полдесятого где-то, и все, в девять заканчивается. Девять, все. Ну в восемь, девять. Только это если вы вот с утра как встали, пол пятого? Четыре, пол пятого. Четыре надо встать, пол пятого доить. Я уже не говорю, еще есть люди, которые пасут этих коров, куда их не денешься, надо за ними заниматься. Вот. И потом вот. И сколько получается часов? Ой, много. Вот это, так сказать, не могло это возродиться. Потому что если люди привыкли уже по восемь часов работать в колхозе и в совхозе, их уже обратно, чтобы вставать в четыре утра, не вернешь. И сколько денег не кидали, то давайте вы будете это чермишить. Ну, хорошо. Говорит, я за руб 50 тысяч медведев раздавал, я видел по телевидению. Вот. Вы что будете? Он говорит, цветы буду производить. Можете цветы произвести? Вам к лицу. Цветы произведете. Она-то произведет, а дальше что? И пойдет она своими... Куда вы пойдете с цветами? Вы представляете, да? Куда вы пойдете? К метро пойдете, вас выгонят, у нас штрафуют, или будут деньги с вас драть полицейские, потому что вы там стоите. Если там стоят с цветами, значит, они деньги дали. Потому что в метро нельзя продавать цветы. А если вы пойдете, вы посмотрите, там оранж везде. А в оранжи откуда цветы? Из Голландии. А в Голландии откуда? С всего мира. Они собирают там, в том числе в Южной Америке. Мы гвоздику, я покупаю, говорю, откуда гвоздику? Из Голландии. Да из Голландии, это из Голландии, но из Южной Америки. Из Эквадора. И вы хотите на этот рынок выйти, монополизированный, со своими цветочками, они у вас свежие, отлично, и как свежие, они очень быстро завянут. Почему? А потому что никто их не купит, и все. Ну, какой-то вот элемент маленький есть, ну, как им помогать, тем, которые в метро, как деньги с них берут полицейские, чтобы они там не... Хотите, не сдавайте, тогда идите отсюда, от метро, отойдите, это объект транспорта, около транспорта нельзя продавать. Ну, можно, ну, дайте деньги и продавайте. Это не взятка. Вам навстречу пошли, вы рады. То есть обратного хода тут нету, классовое образование плохо идет. То есть сколько было идей вот возродить класс фермеров, не получается, крестьян снова не возродишь. А у нас под разными соусами то Кооператив, то, скажем, Открытое акционерное общество в совхоз имени Ленина. Название-то можно любое вставить. То Открытое акционерное общество в колхоз имени Ильича. И еще, любые другие. Какие хотите, какие были. Это не возбраняется, вы можете как угодно назвать, только или ООО, или ИЗАО. Назовите, пожалуйста, сейчас. Сейчас ООО нету, сейчас АО. ИЗАО теперь нету. меняется время. Так, значит, три класса. И вот сейчас у нас, для того, чтобы нам дальше двигаться вперед по заданной проблеме, по проблеме политических составляющих, мы должны сначала иметь картину, какие у нас есть классы в России, современные. Сейчас какие три класса? буржуазия, рабочий класс и мелкая буржуазия. Все. Кого больше? Не знаю, мелкой буржуазии очень много сейчас. Очень много. Потому что мелкое все производство. Заводы закрываются. Говорят, все, завод закрывается, вы там сами решайте, что будете делать. Можете железо взять, которое осталось от завода. Что вы можете сделать? И вот люди там создают какие-то маленькие компании, семейные предприятия и так далее. Столовых снова. Помните, как столовые закрывались? Сейчас все пооткрывались. Все были кафе. Столовые номер один, номер два, там столовые делают. Пытаются. Сокоизвозом занимаются. Это так называемые такси, это же не такси. Нет никаких космоторных парков, никто это не обслуживает, эти машины. Нет никакой, допустим, системы ремонта. Ничего нет. Вот вы выехали из дома, и вам нужно ехать на московский вокзал. Вы набираете, соответствующее приложение есть в интернете. Я вот поеду к московскому вокзалу, давайте заказ. Вам заказ дают, и вы кого-то по дороге подбираете и ведете такси. У них уже и шашечек нет, сверху ничего. Приехала машина, хорошая, шикарная там. На шикарной машине в район московского вокзала он и по своим делам поехал, заодно и вас провез. У него места больше, и сейчас все больше таких вот. Поэтому и уровень ставок тоже там стал. Сейчас тут такая картина происходит. А крупных сосомоторных предприятий просто нету. Просто их нету в природе. Так, ну хорошо. Мы с вами разобрали. А, что такое крупный конфликт? Это война, это революция. Ну и наступила пора, когда мы должны вообще определить, что такое конфликт. Вот если у нас, вот вы одно говорите, а я другое. Или я одно, а вы другое. Это конфликт? Нет. Нет. Вот у нас все время было, вот так у нас и было. Да, вы одно, я свое, вы свое. Ну где-то мы совпадаем, где-то нет. Это что у нас? Спор. Спор, правильно. Спор. И вот я должен сказать, что в праве, ну такая получилась история, что одно время в праве было записано, что есть вот разрешение конфликтов. Был союзный закон при Горбачеве, а порядок разрешения социально-трудовых споров, коллективных трудовых споров. Сколько конфликтов. Когда делали российский закон, когда не стал Советского Союза, то это слово конфликтов, так сказать. И получилось о порядке разрешения коррективных трудовых споров. Ну а спор это вообще не конфликт. Это спор, это что такое? Это разноречие или противоречие. Вы одно речите, говорите, а я другое. Вот и все. Это какой тут конфликт? Тут нет конфликта. А что, а что значит конфликт? Конфликт это что? Выбранник говорит, столкновение. Это я шел, читал, или смотрел на экран телефона. А вы тоже смотрели на экран. Или куда-то смотрели на небо. И мы столкнулись. Это что, конфликт у нас? Я говорю, извините, вы не говорите, извините. Но мы столкнулись же. Ну конфликт это что? Это столкновение или борьба? А если мы в одном направлении идем, мы столкнемся с вами или нет? Будет борьба, а если вы идете туда, слева направо, и я слева направо, будет борьба? Может случиться. А как оно случится-то? Если я сразу не скажу, я быстро иду, а вы мне за дорогу зайдете. Вот вы меня толкнете. Я могу в спину вас столкнуть, да. Но будет конфликт? Теперь уже может случиться. А в чем, значит, будет конфликт? Значит, в каком случае, когда у меня одно действие, а у вас другое действие? Конфликт это противоречие в действиях или противоречие в словах? В интересах, конечно, что это. В действиях, правильно? Ну, в интересах, которые приходят. Значит, конфликт всегда, он выражается в противоположных действиях. Вы хотите медленно идти, а я быстро, а вы мне вот так. Как бывает у водителей, едет один по дороге 60 километров, соблюдайте, строго правило. Он имеет право еще 10%, 66. А сзади едет 120. И он на этого нажимает, который 60. Иногда специально его таранит, потому что как потом едет 60? То есть действие противоположное состоит в том, что один говорит, что я буду со скоростью 60, а другой состоит в противоположное поведение или действие, или поведение. Значит, для того, чтобы появился конфликт, должны быть разные противоположные действия. Причем противоположные действия могут сформироваться на основе простого различия интересов. Допустим, у нас нет противоположности интереса. Вы заинтересованы в получении прочных знаний? Заинтересованы. А вы? И вы. А я заинтересован, чтобы вы получили прочные знания? Да или нет? Надеемся. Что значит надеешь? Интересное кино. Я скажу, вот у меня такие вот люди, они вот так-то занимались. Это мои студенты, если вы хорошо занимались. А если не мои студенты, я таких студентов не знаю. Так что я заинтересован. Но у нас разная степень заинтересованности. Ну, вам-то нужно самим получить знания, а мне нужно вам передавать. Это разные же вещи, правильно? Кто более заинтересован в том, чтобы вы лучше занимались? Вы или я? Да, мои студенты. Мы. Ну, вот мы из этого исходим, чтобы вы. А я помогательный элемент здесь, в этой системе. Поэтому, если есть различия, так вот приоритет должен быть ваших интересов или моих в обучении? Моих. Ваших, правильно? Ваших приоритетов, интересов студентов. Университет для профессоров или для студентов? Ну, профессора могут думать, что для профессоров. Хорошо, у нас зарплата идет. У нас отпуск 56 дней. Очень неплохо даже. Мало кто может это получать. Он пойдет, он закончится июнь, там, 4 июля вышли и 29 августа на работу. Что плохого? Так, то есть, приоритет ваших... А если будет приоритет моих интересов, это же противоположные позиции, правильно? Предположенные действия. Или будем осуществлять приоритет ваших интересов, или приоритет моих интересов. Это почва для конфликта. То есть, не надо думать, что для конфликта обязательно нужна противоположность интересов. Если есть просто различия в интересах, то либо приоритет одних интересов, либо приоритет других интересов. Если вот есть два противоположных приоритета, и тогда получается столкновение, конфликт. противодействия, действия противоположные. Или мы будем осуществлять приоритет ваших интересов, или приоритет моих интересов. Так что я делаю. Ну и получается иногда даже доходит и в нашей жизни до конфликта. Мы будем отставить ваши, ваши, потом наступят экзамены, я буду вам в двойку ставить и сказать, как так, что такое. Но я же буду ставить, у нас вроде мы все были равны, ваши интересы, ваш приоритет, оставить я под эту оценку. Ты скажешь, какой же это ваш приоритет, оставите вы. Кто-то такой. А сказали, а вот мне поручили в университет. А вы кто такие? И я ставлю. Никакого равенства нет в жизни, счастья. Поэтому все время конфликты. Так. Таким образом, конфликт предполагает противоположность действия и борьбу. А эта борьба может быть, если у нас нет единства? Борьба предполагает единство? Или только противоположность предполагает? Единство тоже предполагает. Единство тоже предполагает. Вот представьте, два морца, они друг до друга так и не дошли. Будет борьба? Один такой, накачанный, второй накачанный. Это там стоит, это там стоит. Будет борьба? А помните, было стояние там на реке Угре? Вот там стоят, там была борьба? Ну, как бы, больше. Вот вы там стоят все с копьями, с мечами, и там стоят с копьями, с мечами. Два, так сказать, борца, которые так и не вступили. Ну, для того, чтобы началась война, ну, для этого надо, чтобы армии вошли соприкосновения. Если нет, это не война. И вот мы когда говорили с вами о отдельных-то столкновениях, армии-то есть и там, и там. Но столкновения незначительные, денежные, вы просите, вооруженные единицы вступили, и все. Войны нету. Поэтому, если мы хотим говорить о конфликте, то необходимо иметь вот всю эту картину. То есть и борьба, и единство противопротивоположностей. А как называется единство борьба противоположностей? Скрыть просто. Товарищи магистры, напрягите свои умы и попытайтесь вспомнить, как называется... Ну, близко, горячо. Как называется одним словом единство борьба противоположностей? Думайте, думайте. Вспомните, это славный университет, который президентов, премьеров, министров обороны, председатель следственного комитета. Как называется? Единство борьба противоположностей. Я начинаю думать, что наш курс полезный. Потому что, ну, как-то неудобно было, что люди такие вещи, вот ты им спрашиваешь, кто-нибудь у вас спросит, какой-нибудь простой крестьянин, а вы скажете, ну, чего вы спрашиваете меня? Я университет кончал, таких не знаю. Сказать? Сейчас я вам скажу, и вам будет сыдно. Единство борьба противоположностей – это противоречие. Почему ссыдно? Потому что вы это знаете. Ну, я просто вам хотел продемонстрировать, что если с другой стороны подойдешь к тому, что вы знаете, а вы не узнаете, знаете, как слепой, как это вот слепые, ощупывали слона. Те, кто ощупывали хобот, говорят, ну, он похож на змею. А те, кто ощупывал сбоку этого, слона слепые, они говорят, он похож на стену. А те, кто ноги, он похож на колонны. Так и здесь у нас получается. То есть, конечно, вы знаете, что противоречие – это единство борьба противоположностей. А как еще понимать противоречие? И вот мы пришли к тому, что конфликт – это что? Противоречие. Но противоречие по названию, оно больше похоже на спор. Противоречие. Но это вот речь-то, как раз противоречие, если филологически брать, будет неправильно. А филологически – это спор. Противоречие. Вы речете одно, я реку другое. И что получается? Противоречие. На самом деле, речь идет о противоположных действиях, единстве борьбе противоположных действий. Вот эти единства борьба противоположных действий – это то, что собой представляет конфликт. Потому что если это противоречие в словах, это тоже противоречие. Но это не конфликт. Это тоже единство борьбе противоположных действий. Вот так обстоит дело с этим. Не конфликт. А конфликт обязательно предполагает единство борьбе противоположных действий. Так, это придется выключить этот телефон, чтобы не было вопросов. Вот, отключить питание, и конфликта не будет. Вот такая вот получается вещь. Вот мы с вами добрались до понятия конфликта. Ну, хочу сказать, что в литературе, особенно в той, которая не является, так сказать, связанной с социальной философией, как-то это не проработано. Как-то это очень легко. Просто конфликт, все, конфликт, конфликт. А что такое конфликт? Надо в нем разобраться. Вот мы разобрались с вами. Причем мы начинали мы от крупных конфликтов, чтобы правильно настроиться на противоположные действия, правильно? Причем действия там больших масс людей, довооруженных еще. Ну, и всякий, самый маленький конфликт, он не сводится к спору. Он может начаться с спора, а спор может закончиться разговором. Мы поспорили с вами, а каждый остался при своем мнении, и разошлись, и все. Но на экзамене так не получится. Там, значит, это, как говорится, мы с вами поспорили, а мнение будет о том, какая оценка экзамената. Так, вот теперь нам нужно еще раз восстановить, а что такое социально-трудовые конфликты, правильно? Это мы начали с больших, для того, чтобы нам говорить. Но прежде чем говорить о социально-трудовых, у нас же политические составляющие, нам надо уже разобраться с тем, а что такое политика. Есть какие-то мысли на эту тему? Политика – это что? Вот можете вы сказать, умудренный своим образовательным опытом в течение пяти лет, что такое политика? Вы политикой занимаетесь? Не знаю, я, говорит, не знаю, что это такое. Может, и занимаюсь. А что это такое? Скажите, что это такое, я скажу, занимаетесь или нет. Что такое политика? Вот у нас есть политические партии, вот их было допущено к вырумом, 74 штуки. Вот они тут шумели, отшумели. Это политическое действие тоже большое. Политика – это что? Ну, это правильно, что я ставлю вопросы о определении? Правильно? Ну, правильно, да? Нужно знать, что это такое. Иначе мы говорим, о чем говорить не можем сказать. Просто есть много разных подходов. Да не много, нет, просто нету подхода, нету, не доходит до определения. Разговоров много. Много людей говорят о политике. А определения политики много нет. Где вы видели там много подходов? Ну, дайте один, если много, дайте уходи один. Ну, был такой юрист, швидц. Ну, и что? Он говорил о том, что, собственно, политика. Что? Отношения в конечном счете. Что это? Ну, он писал, скорее, в «Посцепирование войны», что это отношения между государством. С политикой, конечно, у него такая половина, что проходит. А что, только обязательно между государствами? Да, потому что... Да мы с вами рассмотрели уже революцию там, там, что-то самая политическая вещь. Революция, что между государствами? Там не между государствами, не проходит. Ну, почему не проходит? Ну, не проходит, потому что это не между государствами. Ну, потому что революция, политическое действие, совершенно ясно, что это политическое действие. Конечно, что, в конечном счете, после великой французской государства примиряет между собой конфликты. Ну, понятно. Кто победил, всегда говорит, что я примирил все конфликты, я не следую страну. Это понятно. За позиции всех победивших. Я у вас победил, давайте жить мирно. Вы говорите, нет, сначала я у вас одержу над вами победу, потом будем жить мирно. Тот, кто победил, правящий класс, хочет жить мирно с теми, кого он эксплуатирует. Или я не прав? Я хочу, чтобы вы против меня не выступали. Работайте. А доходы я буду себе скапливать. Я тоже получаю какие-то доходы. Вы какие-то будете получать, а у меня будет корабль. А вы какие-то будете получать. Вот сегодня у нас сообщение, что у нас 21 миллион человек ниже прожиточного минимума получает. То есть меньше, чем нужно, чтобы прожить. То есть это люди, которые прожить не могут. То есть как они? Не сразу же умирают, а так милию надо. 20 статистик сообщает российская. В то же время вы знаете, что у нас есть миллиардеры, что у нас есть такое понятие, как децильный коэффициент. Децильный коэффициент у нас 32. То есть 10% самых богатых имеет в 32 раза больше, чем 10% самых бедных. 32. И больше такой стороны не знаем. Статистика официальная, говорит, 16. Все, кто считает, говорят 32. Значит, политика. Это определить политику сложно. Просто политика – это борьба противоположности тоже. Борьба противоположности. Вам нравится такое понимание политики, что это борьба противоположности? Ну понятно, что это противоречие политикам. Потому что если это политика, это что-то неспокойное. Это я веду свою политику, вы ведете свою политику. Так эти политики две сталкиваются, борьба идет. А как бы надать такое одно определение, которое бы охватило бы эту сразу борьбу противоположности? Политическое устройство. Для того, чтобы говорить о политическом устройстве, надо знать, что такое политика. Чтобы знать, что такое водный раствор, надо знать, что такое вода и что такое раствор. Если политика – это борьба, что это устройство борьбы, больше это… Нет, не получается. Вот мы с вами не случайно занимались классами. И вот классы могут существовать без борьбы? Не могут. Могут? У них разные интересы. Мы только с вами, а специально на тот случай, когда, вот скажем, непротивоположные классы, а вот в Советском Союзе классы были непротивоположные. У них были различия в интересах. У них это были. Есть колхозное крестьянство, есть рабочий класс, есть интеллигенция. Вот три большие группы социальные. У них различия в интересах были. Значит, может быть, приоритет интеллигенции. Пусть рабочие крестьяне работают, а мы будем хорошо жить. Раз. Может быть, приоритет крестьянства. Пусть крестьянство хорошо живет, а те, кто в городах, пусть живут в проголосе. Потому что чем меньше города потребляют, тем лучше живет крестьянство. А? Я не о республике. Вы нас не сбивайте. У нас, мы классы имеем в виду. Есть класс рабочий. Может рабочий класс улучшить свое положение, если он поставит приоритет своих интересов, не улучшить положение интеллигенции? Может, конечно. Не может. Если он хочет, чтобы у него дети были выучены, были грамотными, он должен подумать о учителях. Он должен подумать о чем? Не просто подумать. Он должен сделать такой жизнь учителей, чтобы его дети были обучены. И преподаватели в вузах нашего брата. Если он заботится о своих, не о наших интересах, а о своих. Вот рабочий класс заинтересован, чтобы у него были, так сказать, профессора-польфицера. Не заинтересован? Заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы себя обеспечивать. Он обеспечивает себя тем, чтобы у него были, так сказать, образованные дети. И он сам был образованный. Раз. Теперь мыслим или бы представить себе, что если врачи будут плохо жить, здорово будет жить рабочий класс. Да, но умирать будут болеть. Поэтому рабочий класс заинтересован в том, чтобы... А рабочий класс заинтересован в том, чтобы у крестьянства жило плохо. Но если он будет жить плохо, будет мало продовольствия, он будет пробовать жить. Поэтому, скажем, приоритет рабочего класса, он обеспечивает и то, и другое, и третье. Он обеспечивает. Поэтому он обеспечивает. Вот этот приоритет дает возможность существовать всему обществу. А если вы возьмете приоритет крестьянства, это совместимо с... Вот то, что было после революции. Одно время крестьянин, мелкий буржуа, почувствовал, что он может продавать по очень бешеной цене это продовольствие. И он же сам на вольном рынке. Сколько хочу, столько и ставлю цену. Правильно? И вот половина продовольствия... Да нет, неправильно. Потому что у нас есть... Как-то неправильно. Если она будет стоять слишком много, а, как бы, меньше, соответственно, он разорится. В этом-то идея свободного рынка. Идея... Ну, на свободном рынке я привез. Какую хочу, стояну, такую устанавливаю. Рядом сосед стоял меньше. А я говорю об исторических фактах. Вы примерчики берете, а я беру факты исторические. Значит, 40-50% продовольствия получал от Компрода по твердой цене горожанин. От комиссариата продовольствия. То есть комиссариат продовольствия заготавливал хлеб и продавал по строгой очень цене. Остальную половину по цене в 10 раз большую на вольном рынке. Это факт исторический. Вы можете взять, открыть и посмотреть, какая была цена на вольном рынке и какая была у Компрода. Вот крестьянин продавал. Поэтому, скажем, если мы... Тут может быть три приоритета. Либо приоритет интересов рабочего класса, либо приоритет мелких буржуа или крестьянства, либо приоритет интеллигенции. И получается, что из этих трех вариантов один приоритет может обеспечить развитие всех трех составляющих, а в других случаях получается такая ситуация. Поэтому, как показывает исторический опыт, либо буржуазное общество, там тогда диктатура какого класса? Буржуазии. Либо социалистическая, тогда диктатура рабочего класса. И вот у Ленина есть такое положение, что тот, кто этого не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Потому что государство всегда государством является одного класса. Одного. Вот это непреложный закон политики. Государство всегда государство одного класса. Не бывает общенародных государств. Название бывает. А подсодержание не бывает. И не может быть, потому что либо какой класс господствующий, того класса и диктатура. Вот и все. Господствует всегда один класс. Но а политика складывается, а политика складывается как борьба этого класса с остальными классами. По каким вопросам? По всем вопросам. И вот поэтому можно сформулировать, что такое политика, следующим образом. Потому что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И осуществление в интересах, в своих интересах. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот в этом определении политики здесь говорится как бы об одном предмете, потому что противоречие – это одно. А класса-то здесь два. Причем эти два класса разные имеют задачи. Вот тому классу, который является господствующим, что нужно. Ему не надо бороться за завоевание государственной власти. Правильно? Он ее уже завоевал. Он господствующий. Поэтому его задача – удержание и осуществление государственной власти. Вот у нас, скажем, имеется власть в России, пружащей, на сегодняшний день. Выборы для нее – это что? Это инструмент? Завоевание или удержание? Удержание. Удержание и осуществление. Да, удержание и осуществление. Вот он сейчас. Они ее осуществили. Никаких таких особенных перемен мы тут и не видим. Да их не должно быть по теории. Почему? Если у нас Россия в экономике – это экономически буржуазная страна, то какая у нас бытие, значит, какое в России буржуазное? Да? Или нет? А какое может быть другое? Феодальное? Нет. Коммунистическое – нет. Значит, буржуазное. А если буржуазное бытие – общественное бытие – определяет общественное сознание. Знаете такой тезис? Это чисто материалистический тезис, примененный к области истории. И больше ничего. Общественное бытие определяет общественное сознание. Если у вас бытие – буржуазное сознание, значит, какое у большинства? не важно, все и у рабочих, и у крестьян, у всех. В большинстве голов какое сознание? Буржуазное. Кто победит на выборах? Если бы вы меня спросили позавчера, меня кто-то спрашивал, я им сразу объяснял, кто в ужасной партии победит. Что-то такого нового-то, что-то спрашиваю. Названия могут поменяться. Может быть, наш Дом России, может быть, Единая Россия. Комбинации могут поменяться. Для этого там разные комбинации есть. И прием. Если честно выбора провести, честно-пречестно. Некоторые товарищи, в том числе из оппозиционных, партии, все пытаются сказать, что дело в нечестности. Но если самым честным образом провести, что Нового говорит? Если самым честным образом провести выборы, то они отразят состояние сознания в этом обществе. Правильно? Ведь вы будете голосовать в соответствии со своим сознанием, а не в противоположности этому. Поэтому, если все будет выбора по-честному, то вы выиграли буржуазные партии. В буржуазном обществе. Что касается феодального общества, оно вообще об этом не играло. Феодальное общество. Выиграл так. Если благородное, то и вы будете власть осуществлять. А вы что, есть у вас звание княжевского? Нету? И графского нету? Ну и... И все. Потому что с точки зрения феодального класса руководить могут только благородные. Вот она должна служила ей быть, она должна к этому готовиться. Вот. А мы должны поминоваться, и все. Какие могут быть разговоры. Какие голосования могут быть? Не, ну царь потом сделал, там скажем, курю крестьянскую, рабочую, и там было рабочих в царской Булагинской думе больше, чем сейчас в думе. Там четыре рабочих от Единой России было в той думе. Не знаю, сейчас вот пока не слышно. КПРФ, например, она всегда выставляет как партию рабочего класса, хотя она на самом деле мелкобуржуазная. Там ни одного рабочего нет. Сейчас ставят депутатов. Ни одного. Ну они, наверное, темные рабочие, чего их туда вставлять? Или денег много тут дают, а рабочие должны работать, а денег получать должны другие. Мы вам объясним, как надо работать. Значит, смотрите, что получается. Значит, борьба за завоевание, удержание, осуществление государственного. Со стороны господствующего класса это борьба за удержание и осуществление в своих интересах. Вот он это и делает. И напрасно вот нападают всякие оппозиционные элементы, где сказать, вот вы в своих интересах. Ну, а как, боже быть? Не, интересно, если я взял власть, если я представляю буржуазный класс, что вы на меня нападаете, что я в своих интересах? А если бы вы выиграли, что вы в моих бы интересах действовали? Очень сомневаюсь. А что должен сделать, и за что борется оппозиционный класс, противоположный в этой борьбе? За то, чтобы взять эту власть. Это первая задача, вторая – удерживать ее, и третья – осуществлять в своих интересах. То есть оппозиционная класса – тройная задача и более длительная. Он первую-то никак не может решить, поэтому вторая и третья задача – это очень не скоро. Вот такая ситуация получается. И очень такое сложное, с одной стороны сложное, а с другой стороны понятное. То есть это само, вот это определение политики, оно берет самую суть, эту борьбу интересов противоположных, или борьбу противоположных классов за свои интересы. И борьба – это они на равных. Почему не на равных? Потому что пока есть классы, один господствующий, а другие – нет. Нет тут равенства, и быть не может. Ну, поэтому кто имеет власть тут, тот, конечно, будет говорить о равенстве. Я скажу, мы с вами все равны, но есть равнее. Как вы знаете, это сразу выясняется. Вот если мы через эту призму будем рассматривать всякие разные конфликты, в том числе и социально-трудовые, тогда у нас будет такой взгляд политический на это. То есть мы тогда можем усмотреть политические составляющие. То есть если мы дальше пойдем смотреть материал социально-трудовых конфликтов, мы должны будем посмотреть, нет ли, не усматривается ли в том или ином поведении, сил в различных социально-трудовых конфликтах, не усматривается ли тут противоположность классов, не усматривается ли тут классовая борьба. Причем, имея в виду, что классовую борьбу, теорию классовую борьбу разработали французские буржуазные историки Терри, Менье и Гизо, мы находимся в русле, так сказать, вот уже довольно сложившиеся концепции борьбы классов, которые потом получили экономическую подоплеку в работах Адама Смита и Рикарда. Ну а Маркс всегда отнекивался, говорит, это не я разработал теорию классов борьбы. В письме Эдемейру пишут, это разработали французские буржуазные историки, а английские экономисты показали анатомию класса, экономическую анатомию класса. А то, что я сделал, сводится к трём пунктам, что эта классовая борьба ведёт, что вся история человечества – это история борьбы классов. Энгельс потом подкорректировал, говорит, вся история, начиная с образования классов. А первобытное общество – это был первобытный коммунизм, там не было классов и классовой борьбы. Затем, эта классовая борьба приводит к диктатуре пролетариата, а эта диктатура пролетариата приводит к обществу без классов, к коммунизму. Вот и все. Это вот Марк говорил о себе, что он сделал. И не надо ему приписывать, что он разрабатывал классную борьбу. Это не его дело. Вот и мы с вами, по крайней мере, в данном вопросе, в целом вопросе, который мы рассматриваем, опираемся на труды создателей теории классовой борьбы, поскольку первое слово всякой науки это классификация, правильно? Вот возьмите ботанику, там есть различные классы растений. Правильно? Есть листьяные, есть хвойные растения, есть травы, которые однолетние, есть многолетние, есть крестоцветные, есть такие, есть всякие. Есть вот такие пухлые определители растений, вы по этим признакам можете определить, к какому классу эти растения относятся. Вообще, когда говорят о классах, это вообще первое дело для всякой науки, если она собирает факты, она должна их классифицировать. А если вы собираетесь, вот сколько у нас человек сейчас? 7 миллиардов, да? Ну как вы будете изучать 7 миллиардов человек? Вам надо определиться, как-то их такие группы собрать или выделить такие группы, которые действуют примерно одинаково или схожим образом. Каким образом? Как будем делить? По словам или по действиям? По действиям. По действиям. Вот, например, животных как делят? По размерам или по вот, по копытам и по зубам. То есть, как они, с помощью чего они добывают пищу и с помощью чего они защищаются от врагов? Зубы и копыта. Он говорит, дареному коню зубы не смотрят. Это под дареный, говорит. А не дареный, как раз в зубы-то и смотрят. Если у него зубы плохие, не будет, он долго не проживет и хороший скакун не получится. Поэтому классификация, если вы начнете, парнокопытные, такие парнокопытные или млекопитающие, как они потребляют пищу, как они рождают детеныша. Вот мы на эту классификацию опираемся и эти огромные миллионы мы сводим. Какие классы есть в современном мире? Упрощаем себе задачу. Какие классы? А те, о которых мы говорили. Что, есть сейчас феодальный класс? Нету. Есть от него, остались декорации. Например, королева английская, на которой выделяются деньги, чтобы она красиво ходила, хорошо одевалась, и можно было на нее смотреть, и туристы. А туристы приезжают, и этот денежный сбор дает больше, чем тратится на этот самый Маккарад. Или там, допустим, в Бельгии есть король? Ну, шейх есть. Есть ведь в Бельгии король? И что? Там штаб НАТО стоит. Кто там? НАТО управляет, или король бельгийский? Никто этого короля в расчет не берет. Но он есть. Камбоджа королевство, да? Есть король, по-моему, в Таиланде, он там смотрит, кто там сейчас, какие военные перевороты. Они его не касаются. И вот никто этого короля не трогает. Мы решаем вопрос о власти. Вы там сидите, король. Король сидит, а они там все решают. Ну, раз пока у него ничего не отбирают, то пусть он спокойно сидит. И радуется, что его никто не трогает. Сидит, он, наверное, у него так хорошо с доходами. Все в порядке. Где-нибудь вы знаете феодальный класс? Хоть в какой стране сейчас? В эмиратах? Нету там феодального. В эмиратах крупный. Империалистическое производство. Империалистическое. Доход. Деление на подоходы, не классовое деление. Нет, 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 нет. По политической власти, кто принимает решение? Нет, ну, нету там класса феодального. Нету. Феодалы – землевладельцы. Феод – это земля, кусок земли. Феодалы – землевладельцы. А там не землевладельцы, там владельцы нефтяных площадей и заводов нефтяных, добывающих. Это крупные капиталисты. А то, что они при этом и миры, ну, это другой вопрос. А? Они легитимируют то, что они владеют этими заводами, ну, что? Ну, они феодалами не являются, легитимируют. Не являются феодалами. Не феодалы они. Нет феодального класса. Поэтому вот надо просто понять, что был период, вот вы как раз на это обратили внимание, была реставрация феодальная. И время феодальной реставрации прошло. Вот у нас, например, есть монархисты, партии монархистов. Уже нету среди партий политических, потому что, ну, это маскарад. Вот придут в этих костюмах, шапка Мономаха, конечно, красивее, чем шляпа. Я согласен. И вообще одевались царей красивее, чем наши президенты и премьеры. Но это все уже проехали. Это невозможно. То есть от буржуазного строя назад вернуться нельзя. Потому что нету ни крестьян. Вот сейчас начну записывать в этих дворян. Вот вы запишетесь в дворянке. Я думаю, почему нет? Хорошо же, правда? Вот они, балы, хорошие наряды, доходы. Крестьян, правда, надо иметь. Душ 300 там, чтобы задержать. Потом начинается запись в крестьян, и никто не хочет. Ну, никто не хочет идти. И вот так в дворян уже все записал. Я в крестьян никто не... Не получается-то... А без крестьян, конечно, не получается феодолизм. Ну, в крестьян никто не пойдет. Вот и все. Поэтому этот номер не проходит никак. То есть мы этот этап уже весь мир преодолел. Все. Современный мир – это либо вот есть страны, которые в переходном периоде, как Китай от капитализма к коммунизму, а этот переходный период может и в обратную сторону идти. Что такое переход? Туда или сюда? Переход в одну сторону называется возникновение, а в обратную сторону прихождение. Неизвестно, чем закончится, как всякий переходный период. Есть Северная Корея, в которой, можно сказать, закончился переходный период, а у нее есть отпечатки старого строя, в том числе династической линии идет, как при феодолизме. Сначала Ким Чен Ир, потом Ким Ир Сен, потом Ким Чен Ир, Ива Сен, теперь уже внук, а правнука тоже так и будет. Мы знаем из теории, что социализм – низшая фаза капитализма и несет отпечатки старого строя. А тут уже отпечатки не капитализма несет, а как бы такие кровнородственные передачи власти, покровнородственные признаки. Если вы думаете, что этого при капитализме нет, то вы ошибаетесь. Вот вы смотрите, в политической области вроде нет этого. Ну вот умрет Абрамович, кто будет собственником? Детки Абрамовича. А детки Абрамовича умрут? Детки деток Абрамовича. И? То есть вот все вот хозяева нынешней, хозяева жизни свою экономическую власть передают по какому? По признаку родства, как при феодолизме. Ну идея в том, что у них нет политической власти. Моя идея в том, что у них нет политической власти. Это, собственно, фах. Дорогой товарищ, у кого есть экономическая власть, тот претендует на власть политическую. Если детки получатся, вот дети и получат, станут капиталистами. А власть какая? Буржуазная. У буржуазной власти останется. Зачем политическая власть у права? Да ее подарят. Она сваливается по линии просто. Он не знал, не гадал. У него папа умер, а он стал собственником. Вот, например, собственник Кировского завода, сейчас главный. Он стал собственником, после того, как его папаша упал с пятого этажа, разбился. Семененко старший. И вот молодой Семененко стал собственником Кировского завода. Это вот тайные покрыто. Как вот так вот? Случайно вдруг? У вас папа не банит так случайно с пятого этажа? У меня не падал. У вас не падал, по-моему, а тут упал. Вот если у вас, папа, нету собственности на завод, то, возможно, он и не упадет. А вот если есть собственность на завод, возможно, и упадет. Вот потом почему-то начальники отделов кадров, руководители отделов управления во время переворота контрреволюционного, выпрыгнули из окон сами. Вы верите, что они сами выпрыгнули? Я верю. Страшно было, и они выпрыгнули. А это было не страшно. Я другое знаю сейчас, отключемся на минуту. Я тут ехал на такси, водитель мне рассказывает, лежал в больнице в Мещниковской. Со мной был человек, который пять раз падал с пятого этажа. Я говорю, как его угораздило. Ну, это не асфальт там был внизу, а земля. И он беспробудный пьяница. И жена, вот как он упадет, она думает, ну, слава Богу, все, уже хватит. Отмучилась. Проходит полчаса, он скребется в дверь. Так пять раз. Ну, человек видел, вот рядом лежал в больнице. Ну, тот немножко, уши бы там, то, сё. Ничего не сломано. Ничего не сломано. Не знаешь, что делать, пить или не пить. Трезвый-то он от ужаса просто умрет на ходу у него. Сердце останется. А эти хоть бы хнули. Это так и называют в больнице. Парашютисты. Так что вот Семененко оказался парашютистом. Взял и спрыгнул. Чего-то упал вдруг. У нас один товарищ на экономическом факультете, доцент, который занимался критикой буржуазно-экономических теорий. Поехал в США. И вдруг упал с пятого этажа. Вы верите, что он сам? Он сидел, наверное, на ноги, свесил и случайно упал. Разочаровал. И нет такого человека. Разочаровал. Да, разочаровал. То есть, династическая линия, на самом деле, она широко распространяется и развивается в современном обществе. Причем затрагивает даже страны социализма. Как вы видите. Но только тут экономический, вот в экономическом столбе, но он власть класса поддерживает. Потому что дети владельцев капитала будут капиталистами. По факту. А вы, если у вас папа не король, то не будете королевичем. А если вы не капиталист, то не будете капиталистом. Чтобы начать стать капиталистом, нужно первоначальный капитал. Первоначальный капитал, и вот размер его, это в капитале доказано у Маркса, все время возрастает. Чтобы начать современное производство капиталистическое, нужно иметь большой размер капитала. А вы начнете там с чего там? С того, что вам 50 тысяч даст медведев. Ну что вы с 50 тысяч? Три козы купите, они потом подохнут. Потому что у вас нет ни за техника, ни того, ни сего. Вы не знаете, как их вообще, что с ними делать. Веники они съели, а дальше у вас веников уже нет. Все. Чем бы кормить будете? Или сами с голода умрете, будете хлеб ей отдавать. А не прожорливаете код. Так. Вот мы с вами ключевую проблему нашего курса сегодня рассмотрели. Ключевую – это что такое вообще политика? То есть политика – это классовая борьба за воевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот если мы хотим какие-то аспекты политические, политические составляющие видеть, значит, мы должны на этот процесс посмотреть не с точки зрения индивидуального какого-то факта. Вот Иванов поспорил с Петровым, поругался с начальником, и начальник поругался с рабочим. А мы должны посмотреть, кто какую линию какого класса здесь представляет в этой борьбе. И если тут эта борьба. А нет борьбы, значит, нет политики. Если нет классовой борьбы, никакой, и проявления нет, нету там никаких политических составляющих. Не надо, так сказать, разговаривать, что тут какие-то есть политические вопросы. А если тут есть борьба классов, в чём-то проявляется, тогда надо это доказывать и обосновывать. Так просто сказать, что тут есть борьба классов. Мы знаем, что есть вообще борьба классов. Ну где-то она есть, но где покажите, где она тогда в экономике. На политическом фронте это легко. Зарегистрируйтесь, вы одну партию, зелёное солнце, а я красное солнце зарегистрирую, будем бороться. Тут всё видно. Вот она, политическая борьба. Хотя там какая борьба? Если мы представляем один класс, это разные головы одного класса. Ну, например, скажем, в Америке Буржасия имеет сколько голов? Две. Республиканская и демократическая. Надоела мне эта республиканская партия, вот, буду голосовать за демократов. Надоели эти демократы, буду голосовать за республикан. И так вроде как они меняются, и всё. Это двухголовый дракон. А у нас, в России, у нас всегда трёхглавый был. А сейчас это Единая Россия. Справедливая Россия и ЛДПР. Вот три головы. Одну голову срубил, ещё две осталось. Пока две эти срубаешь, и это снова отрастёт. В ходе выборов. Так что вот представление о том, что сейчас мы будем шумную кампанию проведём, он яблоко денег потратил почти столько, сколько Единой России. Откуда они такие деньги взяли? Миллионы. Сотни миллионов. Ну и в Ленинграде они получат достаточно много места, а в Думе ни одного. И вот Оксана Дмитриева тоже, которая хотела от общей группы класса отделиться и самостоятельно вести политику, так не получается. Она ни туда не примкнула, ни сюда, и потонула. Её не выбрали в Думу. А мысли у неё там неплохие были по экономическим вопросам. Партия роста. Ну и 1,2-й партии. Роста не хватило. Вот. Значит, я ещё раз повторю. У нас вот эта сегодняшняя тема, которую мы рассматривали, она фундаментальна в том смысле, что мы иначе не можем говорить о политических составляющих социально-трудовых конфликтов. Мы снова как бы проходим по тем конфликтам, которые мы разбирали, обычные конфликты, которые мы совидны и так далее. Но мы должны смотреть, а где тут есть какой-то элемент классовой борьбы или нет? А если есть, то в чём? А если тут его нет, так не надо его, как говорится, накачивать или придумывать, или изобретать. Потому что надо брать вещи такими, какими они есть. Вот смысл задачи, смысл этого рассмотрения, и вот задача, которая перед нами стоит. Это вот определение политики универсальное. То есть оно на все случаи годится. Если вы найдёте вариант, когда оно не подходит, то мне скажите. Потому что мы же взяли не оторвано, что один класс что-то ведёт. А что он ведёт? Он что, в безвоздушном пространстве ведёт? Если он вылетел в космос, и там он что-то ведёт? Нет, он всё время находится в единстве с другим классом. Нет буржуазии без рабочего класса. Нету. Не может быть капиталист, если нет рабочего. И нет рабочего класса, если нет буржуазии. Но это будет другой рабочий класс другого общества. Это не будет пролетариат. Поэтому даже название диктатура пролетариата, а это скорее дань истории. Как только рабочий класс берёт власть, он уже не пролетариат. Ничего себе пролетариат, у него государственная власть. Поэтому Ленин, когда определяет, что такое диктатура пролетариата, в Великом Почине, в известной работе, он пишет, что это научное, латинское, историко-философское выражение. Означает вот что, что только определённый класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, не весь, не все рабочие. Транспортные долой, строительные долой, эти грузчики в магазине «Берёзка» долой и так далее. И всякого рода отдельные элементы. Только определённый класс городские, фабрично-заводские рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся, эксплуатируемых на всём пути до полного уничтожения классов. А подклассами понимается, что классы – это что? Как классифицируется в экономике? По словам депутатов по обещаниям классифицируют. В том числе по положению в производстве. А это положение характеризуется пяти признаками. И это место в исторической определённой системе общественного производства, и это отношение к средствам производства, по большей части закреплённые в законах, но не обязательно закреплённые. По роли в общественной организации труда одни управляют, другие подчиняются. По размерам и способам получения той доли, которой они располагают. Ещё важно, ещё и как получают. Вот, скажем, мастера его стимулируют за экономию фонда зарплаты рабочим. А рабочие больше получают, когда мастер не забирает себе их зарплату, оставляет им. Ну вот на этом мы, наверное, сегодня и закончим. Спасибо за внимание. До следующего раза.